Живой человек ответит. Так же те, как вы считаете, что вам кто-то мешает, вот обратитесь к этому человеку. Вот даже сейчас. Вы же, получается, не к нам, а к нему обращаетесь. Вот у меня нет в имуществе человека какого-то, которым я могу управлять, как своей собственностью. У меня лично таких нет. Я вообще такие отношения между людьми не приемлю. Поэтому если вы хотите решить вот этот вопрос или что-то выяснить, вы обращаетесь к этому человеку. Ну, например, человек, зачем ты нас давишь? Мы за это плохо не говорим. Мы говорим за антенны, за то за пятое-десятое. Просим тебя нас не давить. Попробовали ли я это сделать когда-нибудь? Вот не знаю. Я пробовал. Я ответы получал. Иногда меня не слышали. Может, и правильно делали. Я научился хотя бы в этом пространстве посылать какие-то свои сообщения. И, наконец-то, мне это удалось однажды. Но то уже другая история. Так что просто попробуйте. Это не рекомендация. Это просто вот личный опыт. В лучшем случае я получал в ответ в миг. Пошел нахуй, пошел нахуй. Очень круто. Очень весьма по-христиански. То есть этот человек, он... Я так подозреваю, что вот он сначала микс крутит, а потом он просто вот так же точно сидит с нами и общается. Ну... Всяко понятно, что это человек, который ненавидит русскую речь. Вот. Потому что я не замечал, чтобы вот в вашу сторону так включало. А вот, если вы говорите с моей стороны, да, вот человек музыку тут крутил. Ну, вот сейчас он почему-то не включается. Я просто взял и попросил. Я говорю, у меня первый раз не услышали, второй. Потом я спросил, можно, пожалуйста, музыку не включать? Я вот вопрос задам. Вот что-то он не включается. Наверное, либо у нас диалог интересный, либо он пока что потом... ...своем канале, да? Ну, либо в своей группе сказали, ребята, я не знаю, там кто говнит, но хотя я уверен, что вы, скорее всего, знаете, ну, хотя бы догадываетесь. Вы сказали, ребята, давайте пока не будем говнить, а когда захотите разборки, вот на какой-то отдельный ствол, на политический, заходите, включайте антенны, киловатты, кирпичи, КИ-7Б там у кого что есть, и давай вперед, там, письюнами меряйте, у кого круче, и все, и будет вообще просто мир, дружба, жвачка. Ну, так надо попробовать один раз, и глядишь, а вдруг и получится. В конце концов, это эфир, это не место для выяснения отношений, это место для работы, как говорится. Это совершенно правильно. Вот согласен на все тысячу процентов. Вот попробуйте в чатике объяснить 2-3-2 Вовану, Кубанскому, объяснить, что не надо срать на садкоме. Выясняю отношения с тем, с кем-то закусился, вот как я делаю. А зачем ты ходишь и стрешь с тем? Зачем ты произносишь фразы, что типа, вот, вы не будете говорить, потому что я вот так решил? Это твой, там, с твоей стороны 2-3-2. Только не говоришь, что ты не знаешь его. Знаешь, и все вы все знаете. Поэтому не надо просить того, чего ты сам не можешь сделать. Я же тебе еще раз говорю. Не получится владеть каким-то человеком, ну не получится. Если он безвольный, да, получится. А если у него хоть есть какое-то самосознание, не получится. Ты ему ничего не навяжешься. Только обратиться. Это же все обоюдно происходит. А насчет того, что включают записи и так далее, ну мне тоже так же повторно включали. Все нормально и продолжается иногда. Это садком. Ничего не попишешь. Я тоже не могу взять вот так вот. Я могу хоть вот сейчас обзапрещаться вот это делать. Но чем это поможет? Ну вот, да, я там вот так делаю. Вот в сторону ничего не делаю. Все, мы взаимно долги вернули, все нормально. С другим, с третьим. То есть мы начали каждый из себя. Вот восточный пришел, не знаю, может он тоже начнет с себя. Объявит об этом. Ну и тогда тоже скажу, что вопросов нет. Меньше этого будет. Но влиять на всех невозможно. Кто-то обязательно ничем не согласится. Третьим, тридцатрой, не знаю, что ты говоришь. Ну нормально. Вот, ничего плохого. Единственное, что... Вот у вас страх между собой. Вот. И то, что он срет на тебя конкретно, либо куда там, ну, с кем у него именно стерки, да, ему не интересны обычные люди, понимаешь, ну, в чем прикол чувака на резинке задавить и разоваться, да, это вообще неинтересно, вот именно там, именно с вами, вот у него стерки, а это следствие того, что вы с ним стретесь, это, в принципе, очевидно, никто же не может гордость своей переступить и сказать, давай, вот так не будем, не, ну, я как-то слышал на 252-300, мы, по-моему, общались, и как раз на даче был, я сейчас прослушал, вроде вы о чем-то договаривали, столько он ушел, и тут вот пошло уже в спину, как говорится, человек ушел, и там, и уже опять понеслось там что-то, в общем, я так понял, что вы ни хрена ничего не договорились, вот, а каждый через себя переступит, все будет нормально, вопрос только в том, что, ты равняешь его сюда, он, как говорится, мелкую соску вот эту, он ее не трогает, она ему неинтересна, у него с вами еще это свои, определенные, а вот у ваших бойцов, с вашего легиона, можно сказать, они сидят, блять, задавили, они вот этого, блять, ну, не ребенка, просто обычно человека, который спрашивает, блять, радуются, раз включили микс, все русские пошли нахуй, да, вот этот микс, короче, и крутят его, все, ствол заняли, человек пошел на другой стол, и они за ними, а радости, блять, полные штаны, вот, конечно, тут слабого задавить, так дави тогда уже, ну, если, дави тогда уже мощного, да, 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 там, найди потужного себе, реально, и вот его давить, а что ты вот этих вот действительно на резинку, это как вот, знаешь, карамельку леденеца снять, вот у ребенка, так, смотрите, как это происходит, вот он точно так же приходит, частоты, на частоты, где у нас портативщики собираются, он точно так же их гасит, и точно так же говорит, да не будет никто разговаривать, и начинает стараться, все, как ты рассказываешь, прям один в один, а вы за что получаете, а вот за его поведение получаете, потому что он наставил другому человеку, который и его шарашит, и вас заодно, так что разговаривать надо с 2-3-2, или с тем, кто его шарашит, вот в чем прикол, вы просто однопока так как-то все мыслите, всей кучей, а с твоей-то... Ну понятно, мне надо делать хотя бы то, что у меня есть в том, что я хочу смурфовать сделать. Проследи за этим. У меня бывает, выключаются СДРы, просто когда я дома работаю на терминале, у меня СДРы не выключаются, и я могу несколько полос прослушивать одновременно, в режиме сканирования происходит. Я такое наблюдаю, просто понаблюдайте. Вы много чего для тебя откроете. Так что это все вот обоюдно идет. И нет тут кого-то конкретно виноватого, здесь все идет по цепочке. И вот не через тебя надо переступать, а плова держать. И не лезть никому со своим уставом в чужой огород. И все будет окей. Так самое... Алло. Самое интересное, что у 2-3-2, у него какое-то плоское x-y пространство. Он понимает, что это эвклидовое пространство. Он понимает оси X и X, и на каждой оси расположение. Но он не понимает, где он находится в пространстве. Он... Ему плоскому не дано это понять. Вы понимаете, что я сказал? Или повторить? Повторить. Человек плоский. Он имеет 3 оси. Но он не понимает, где находится. Еще. Еще раз повторяю. Он знает, нафи X, Y, Z, он находится где-то там. Но он не понимает, где он находится в трехмерном пространстве. Неужели мне понятно? Ну, в общем, мира не будет. Потому что виноваты только одна сторона. А вторая сторона чистая и пушистая. Ребята, почему вы как маленькие? Позвольте. 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 Любое слово выбирай и пизди. И никто к тебе не подойдет, и никто к тебе не будет сговнять. Или такой канал интересный, что все куда-то сговнить или приходят слушать. Или какого-то хрена почему-то работы и не хочу. Вот не первый день такую чернюю замечаю. АЧО-232 проекции X, Y, Z. Он знает на плоской эрклидовой поверхности, где он находится. Но он не может понять на поверхности Эйнштейна. По существу, Катай. Но эти сказки. Сказки-сказки это реальная, реальная, реальную научную деятельность ввиду поведения общества в замкнутом пространстве. Это очень сильное. Вот, например, просветленный на потенциальных ямах заработал охуенно количество откатов. Очень интересно. По существу вопроса. Срач не кончится, пока война не закончится. Вот и вся философия. Пока не подохнем, мира не будет. Вот и все. Ну, вот это хороший, быстрый, краткий и развернутый ответ, что я и хотел услышать. Да, так жди, 99 лет. И дай бог, чтобы ты 18-летнюю нашел. Без виагры, без всякой хуйни. Представляешь, какое счастье, блядь. 88 лет, и ты задыхаешься, а она кончается. Я думаю, это самые счастливые моменты в этой конечной жизни нашей, в которой момент дается от момента восприятия самого себя 4-5 лет и заканчивая вот этим возрастом. Я желаю тебе. А на самом деле времени нет. Нет и не будет. А качель вселенной, своей экспансией, расширением, она вернется. И стомкнется на две части. Это пройдет. Что там давит? Кто там давит? Это пройдет обратное количество времени создания Большого взрыва. И все будет повторяться вещь-то. И любая модель сознания, она будет актуальна, когда она выживет теория эволюции Дарвина. Вот и все. И вызови все. До свидания. Есть одно простое правило. Давитель записями, музыкой и прочей хиротой, он никогда на вопрос не ответит. Точно так же, если показалось, что знакомый вам человек говорит что-то, если у вас возникли сомнения, переспросите. И если это человек, он вам ответит. А вот если это не человек, он вам не ответит. Но с другой стороны, задайте себе вопрос, как вы будете побеждать говнителем. Вот в принципе, как это будет происходить. Что вы сможете сделать, чтобы победить говнителя? Если вы себе отвечаете, что ничего, значит и не делаете ничего. Иначе вы просто потратите время. Бестолку, абсолютно. И ни пользы себе не принесете. На садкоме нужно иметь одну важную черту. Офигенную моральную устойчивость. Это пофигизм. Без пофигизма здесь никак. Без пофигизма. Вот и все. Поэтому просто не поддавайтесь на всякую хрень. Не реагируйте на всякую хрень. А научитесь это воспринимать, как белый шум. И все будет с весельем, спокойствием. И даже с некоторым задором. А то, что происходит, даже со всех сторон происходит. И никак вы на это не повлияете. Вот и все. Дайте слово. Блядь. Вот даже сейчас. Да дайте вы человеку сказать, что он вам мешает так сильно, что ли? Или у вас времени нет с ним разговаривать? Ну я не знаю. Даже. Даже. Смотрим. Они боятся. Истинный. Правда горька. Но она. Смотри. Как боятся. Правда. Горька. Но она. Истинный. Три, два, три, три. Давите дальше. Я много чего не сказал. Много. Очень много. Не дают сказать. Я не собираюсь тут поднимать мощности. Вот сейчас давит. 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 Давите. Делайте экспансию хаоса на Садкоме. Чем ее больше, тем не есть. Есть кем туда. Долбим всего лишь длинный. Если могу сказать. Садком хаоса на Садкоме. Не надо покороче. Надо понимать, что творится. Видишь, давит.